Мне очень интересно была тема границ. Наконец-то это оформилось. Гибкие границы, жесткие границы, контур. Было бы интересно, ваш личный опыт, как помогает выстраивание контуров, взаимодействие. Что-то было такое свое? У меня однозначно это на работе особенно проявилось. Я вообще все изменения, все, что с курсом связано, я все заметила на работе. Только на работе, в первую очередь. Как-то в отношениях. Ну, не знаю, потому что, возможно, у меня отношения нормальные со всеми такие, ну, я считала, как бы нейтральные. А на работе мне сложно было. То есть несколько было. Единственное, поначалу я это довольно жестко границы выставляла. Я прям сказала бы, даже, наверное, очень жестко. И вот в момент, когда я увольнялась, то есть я уже пыталась просто договариваться. То есть я поняла, что мне уже неинтересно эмоционально разговаривать. Мне неинтересно давить на человека. Мне уже хочется договариваться. И сейчас это в том числе уже и дома происходит. С родственниками, своими близкими, окружающими я уже лишний раз сначала пытаюсь по-хорошему. Один-два раза не понимаю, тогда я уже начинаю болты заворачивать. В плане, да, вот тогда личной какой-то эффективности. А есть какие-то, да, вот методологии? Может, тоже нужно какое-то вести планирование своё личное? Как, ну, вот не впадать в какие-то крайности тоже, в перегорание или, наоборот, в лень? Что касается там каких-то своих упражнений, я поняла, что это нужно максимально всё интегрировать в жизнь. Нужно поделать, например, управление на руки. Утром кофе поставила вариться, условно, в платке, 3 минуты постояла на кулаках. Или там от столешницы отжимаю. Взяла тренажёр, покрутила. С расписанием я очень долго шла. Анатолий Олегович тоже постоянно работает с таблицами. Вывание расписания, вешай ватман на стену. Вот это всё систематизируй. И вводи в регулярность. Ну, вот в регулярность я только не дам. Спасибо.